Первый период команды потратили на ознакомление друг с другом. Моментов было создано немного, зато удалений хватало с избытком. Что же касается Доминика Гажика, то знаменитый Чех лишь однажды по-настоящему вступил в игру. Чуть позже выяснилось, самое интересное, команды припасли на второй отрезок. Сначала бывший армейца, а ныне Спартаковец Александр Суглобов. Точным кистевым броском застал врасплох Сергея Гайдученко. А вскоре Евгений Федоров в большинстве удвоил преимущество красно-белых. Хозяева в долгу не остались, и спустя некоторое время Денису Паршину удалось превратить свой проход к воротам Гажика в настоящий голевой шедевр. Однако еще до перерыва Суглобов перевес Спартака в две шайбы восстановил. После же гола Михаила Юнькова многим стало понятно, команда Милыша Ржиги своего уже не упустит. Эти ожидания полностью подтвердил Кирилл Князев. 5-1, первая дерби сезона за Спартаков. На сегодняшнем матче работал наш корреспондент Дмитрий Дятлов. Дима, здравствуй. Мне понравилось, несмотря на вроде бы разгромный счет. А каковы твои впечатления? Привет, Толь. Ну, чтобы не быть так единодушным с тобой, скажу, что мне матч не понравился. Ну, конечно же, все понимают, что это шутка. Как может не понравиться матч с СССР-Спартак? Это традиционное противостояние наших двух самых популярных клубов и в хоккее, и в футболе. Поэтому такая игра всегда привлекает внимание. Действительно, были интересные моменты в этой встрече. Чего стоит гол Дениса Паршина? Но, к сожалению, он стал единственным для СССР. Но, как ты правильно заметил, это был настоящий шедевр. В ворота самого Доминатора отправить такую шайбу, это дорогого стоит. Но, пожалуй, это единственное, чем могут похвастаться армейцы в этой игре. Хотя начали они достаточно неплохо. И первые примерно полтора периода на раму сразались со Спартаком. Атаки были и на те, и на другие ворота. И моменты были и у тех, и у других. Хотя Сергей Гадученко, вратарь ЦСКА, все-таки вступал в игру значительно чаще, чем Доминик Гашек. Ну, подлинным героем, как правильно было замечено, стал Александр Суглобов. Он истервенел, катался по льду сегодня, врезался в каждого игрока ЦСКА. Видимо, что-то у него за душой против армейцев осталось. Все-таки он не один год играл за ЦСКА. И тут вдруг оказался в стане Спартака, злейших врагов. И он отметился двумя заброшенными шайбами, результативными передачами. И фанаты Спартака его уже приняли, скандировали несколько раз Сашу Суглобов. То есть они приняли этого игрока, хотя он играл совсем недавно еще в ЦСКА. Послушаем, что сказал Александр. Он, конечно же, был скромен. Очень хорошая, быстрая команда у ЦСКА. Но сегодня выполнили установку, потому что договаривались, просто сыграли свою игру. И хорошо забили несколько голов, так что все довольны. Очень бурно праздновали свои голы. Откуда такое остервенение против своей бывшей команды? Да, не то, что делал в прошлом. В прошлой команды нет. Просто я за председанку не забил ни одна угола вообще, сколько не играли. Рад был, что как бы груз себя снял. Немного попроще стало, посвободнее. Дима, создалось ощущение, что сегодня в Ледовом дворце спорта ЦСКА свободных мест не было. Это так? И как реагировали болельщики на ход матча? Болельщики очень бурно реагировали на ход матча даже до игры. Они начали активно разминать свои голосовые связки. Армейские болельщики где-то за полчаса начали уже кричать в своей речевке. Спартак все чуть позже. Ну, я думаю, это были равные соперники. Децибелы, наверное, одинаково звучали, что со стороны ЦСКА, что со стороны Спартака. Свободные места были. В Ложи ВИП, например, я заметил несколько свободных кресел. И главное, зона безопасности за воротами, где есть трибуны, задними из воротами. Задними из ворот были свободные места, чтобы болельщики не сцепились друг с другом прямо по ходу поединка. Такие прецеденты раньше бывали. Слава Богу, обошлось все на этот раз. Хотя жесткие, конечно, кричалки порой использовались. Нецензурная брань в ходу, к сожалению, у наших поклонников. Но отметьте, что у болельщиков Спартака новая кричалка появилась. В отличие от Акбарса, который днем ранее проиграл во встрече за Кубок Открытия, другой фаворит Восточной конференции Салават Юлаев в стартовом матче осечки не допустил. Уфенцы на своем льду разгромили трактор. Традиционно челябинцы очень неудачно играют в Уфе, и на этот раз статистика встреч нашла свое подтверждение. Исход матча был предрешен достаточно быстро. После шайбы, заброшенной Владимиром Антиповым, трактор сумел несколько раз потревожить Виталия Колесника. Но уже к середине второго периода первое звено Салавата. Нельсен Радулу Сторосу успела довести результат до крупного. Единственное, что долго не получалось у команды Вячеслава Быкова, игра в большинстве. Но и этот пробел был восполнен. Ударная тройка у Финцева постаралась и здесь. Еще Т5-0. Хозяева продолжили атаковать, забросили еще дважды. Впрочем, столько же и пропустили. Окончательный результат 7-2. Крупная победа Салавата. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok